Члены регионального отделения Общероссийского народного фронта подвели годовые итоги работы. В том числе обсудили исполнение поручений, содержащихся в майском указе президента. Несмотря на обилие нерешенных вопросов, у активистов ОНФ есть и успешно выполненные задачи. Потому что много было сделано и в рамках больших акций, которые мы называем убитые дороги, когда мы находили, обнаружили свалки, обращали внимание на то, что их необходимо убрать нашей власти. Мы вмешивались в ситуацию с недостроенными домами для детей-сирот. Напомню, что майский указ президента включает в себя 12 направлений, касающихся всех сфер жизни человека. От увеличения доходов и демографии до повышения уровня образования и поддержки малозащищенных слоев населения. К примеру, местные фронтовики сплотную занялись проблемой сдачи дома в железнодорожной майне, предназначенном для детей-сирот. С решением Минстроя о готовности к сдаче объекта народные дружинники не согласны. В ближайшее время Елена Куцина, модератор тематической площадки образования, лично проверит, насколько добросовестно поработали и чиновники, и подрядчики. Пока принять мы не можем, еще нет потолков в этих квартирах. Поэтому договорились, что через две недели мы выйдем туда, посмотрим, насколько будет закончена эта квартира, и снимем только это поручение, то есть с контроля, когда будут вручены сертификаты детям-сиротам. На повестке дня стоял еще один больной вопрос. Затяжное строительство детского сада в Барыше, длящиеся более трех лет. За быстрой разморозкой и долгострой сотрудники ОНФ проследят этой осенью. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.